Издательство Эксмо Дермат Олире Расследование ведёт Тото, кошка-ниндзя Загадка котов-музыкантов Посвящается всем слушателям, у которых живут животные из приюта или с улицы. Браво, ребята! Глава первая Тото знала, что у неё есть один единственный шанс. Единственная возможность схватить главарей собачьей банды, занимающейся кражей жевательных косточек. Уже полгода эти гангстеры терроризировали лондонских собак, лишая их любимых вкусняшек. А на сегодня у них была запланирована отправка самой большой партии награбленного. Если ей не удастся захватить бандитов сегодня ночью, кто знает, когда выдастся другой подобный шанс. Массовые похищения собачьих вкусняшек, конечно же, вызывали негодование собачьего общества. В отличие от кошек, которые склонны перед лицом бедствий уходить в себя или в какую-нибудь картонную коробку, чтобы справиться со стрессом, собаки куда более громогласно выражают своё недовольство. Итак, всё собачье население Лондона по ночам жалобно выло и копало у себя во дворах ямки, в которых, о ужас, нечего было припрятать. Из-за постоянного воя всё население столицы, и людское, и звериное, и птичье, по ночам не могло сомкнуть глаз хотя бы на полчасика, исходило с ума от недосыпа. То-то нужно было разрешить этот кризис, раскрыв преступление, причём немедленно. «Считается, что собаки – лучшие друзья человека, самые верные и честные и всё такое», – пробормотала то-то себе под нос. «И вот она, их так называемая верность. Одни собаки крадут косточки у других. И ради чего? Ради платы собачьими галетами! Могу себе представить, какая это гадость! Она сидела в укрытии на крыше, с которой открывался лучший вид на крупный склад, и ждала возвращения своего брата Сильвера, ушедшего на небольшую разведку. Брат и сестра полагали, что именно здесь гангстеры хранят награбленное, и вот-вот начнут погрузку, чтобы переправить сокровища из Лондона». Это было седьмое задание То-То. С тех пор, как её босс Ларри, глава британской ветви древнего, международного ордена кошек-ниндзя, взял её под своё начало. То-То радовалась и гордилась, что она теперь официально служит кошкой-ниндзя, а её брат Сильвер немало ей помогал, став её глазами, потому что сама То-То, несмотря на многочисленные таланты, была почти слепой. Вместе брат с сестрой успели. Обезвредить банду крыс-ракетиров, терроризировавшую южный берег Темзы, выследить шайку морских свинок, занимавшихся незаконной перевозкой огурцов. Морские свинки очень любят огурцы, кто бы мог подумать. Прикрыть нелегальный муравьиный цирк, а его ещё попробуй рассмотри, даже Сильвер все глаза сломал. Обнаружить и пресечь коррупцию на конкурсе красоты для мопсов. Раскрыть скользкое дело о взломах сейфов, в которое оказалась вовлечена шайка угрей. И вот теперь им предстояло положить конец массовым кражам собачьих вкусняшек. Ларри доверял брату и сестре. До сих пор им удавалось с блеском справляться со всеми заданиями. И благодаря им мирные животные Британии могли наслаждаться безопасностью и знать, что зло в любом случае потерпит поражение.